и так ну что ж ариару мои маленькие любители покушайте всего того что вращается у микрофона как всегда ваш покойный слуга мамуру и это великолепная заборочка майнкрафт с модом create за кадром как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие маломальские изменения что в принципе ничего такого серьезного я начал здесь строительство следующий такой же схемы и все потому что у нас дальше по схемам дальше по сборочке нужно построить вот эту схему что касается вот этой части у нас здесь произошло одно маленькое изменение теперь у нас получается отсюда магнит попадает сначала в вот этот сундук здесь он заряжается попадает следующий сундук и только после отсюда через фильтр он попадает нашу загрузочную воронку посредством латунных воронок это нужно для того чтобы мы могли сразу несколько предметов заряжать поскольку у нас вот здесь вот квестах понадобится сделать энтропийную зарядку то есть еще одну палочку которая тоже нам нужно будет заряжать и для того чтобы не делать кучу вот таких вот зарядных станций я решил сделать одну зарядную станцию и пусть она для всего у нас здесь и существует поэтому в этой же станции эту энтропийную палочку я здесь буду точно таким же методом из этого контейнера доставать и посылать сундук из сундука она будет зарядник и зарядника в этот самый сундук который через фильтр Будет попадать вот в эту зарядку Где будет заряжаться наша вагонеточка Спустя небольшие количество тестов И спустя вот эту все манипуляцию Со всем то что здесь происходит Я выяснил то что даже чисто горизонтальной Компоновки будет достаточно Не обязательно было бы делать вот такие вот вертикальные заезды Они здесь были необходимы для того Чтобы здесь фагоронка застаивалась И не ехала никуда дальше Но на самом деле и в такой компоновке у нас Более чем успешно работает Что же касается вот этой части Здесь тоже произошли какие-то маленькие изменения В частности это все касалось вот этой вот части Где нам я напомню то что требовалось Просто колоссальное количество песка Я реально сделал гигантское количество песка У нас там есть еще один дополнительный источник Где мы этот песок добываем Но по факту можно было отказаться От вот этой системы промывки Которая раньше здесь стояла И благодаря вот этой вот машине Которую мы здесь можем легко скрафтить Получается песок посредством воды Перевращается в песочные комочки Которые успешно здесь справляются без особых проблем И все у нас замечательно работает Там у нас шло получается 4 песка На 12% шанса Что появится один А тут один песочек Один комочек Вот об этой системе с песком я говорил То есть здесь у нас получается идет Как и раньше шла линия А здесь у нас появилась линия с излишками Который лишний камень Дробит по уже отработанной схеме И получаем мы здесь песок В неограниченных масштабах Что меня очень в принципе сильно устраивает По квестам же Что нам сегодня предстоит Сделать всю ту же самую похожую По крайней мере систему Только с льдом Только со снежками И все то что здесь нам предстоит Снежки легко делаются Как я понимаю В шоковом охладителе Благодаря воде И все это сейчас можно реализовать И сделать Шоковый охладитель мы делаем Дальше нам нужно получается Для начала найти никель в пластины Сейчас это можно будет легко сделать И отлить них Для того чтобы получить никель в пластины Мне нужно сделать вот таким вот образом И замечательную пластины я получу Накопитель мы с вами тоже сделали И осталось вроде нам только Решить проблему с трубами Вернее с их наличием И заодно сразу мы с вами Пожалуй скрафтим Вот этот вот Манипулятор энтропии Пусть у нас лучше будет Вроде как Изменчивый кристалл Мы где-то с вами делали А возможно и не делали Я не нашел Вот этот заряженный у нас кварц Поэтому сейчас мы просто Найдем где-нибудь воду И его сделаем Таким нехитрым образом Вот здесь вот в воде Нам потребуется всего Три ингредиента Хотя в памяти у меня было то Что мы в этой сборочке И вы как минимум делали Готово? И осталось сделать Каким-нибудь образом Свинцовые пластины Манипулятор энтропии Мы с вами делаем И я надеюсь то что я Сейчас основательно Достаточно подготовился И все взял Для того чтобы Отправляться туда И делать новую ферму Так теперь Получается мне нужно Сделать систему С помощью которой Мы будем все это Организовывать Вот здесь вот у нас будет Получается стоять Источник с водой То есть в водяной накопитель Получается из водяного накопителя Труба идет И идет в шоковый охладитель Сейчас сразу Чтобы далеко не отходить Мы сюда передадим Крутящийся момент Все готово У нас эта штука вращается И будем мы смотреть Уже по факту Будет ли хватать воды Или нет Если не будет вдруг Ее хватать То нужно будет Обязательно это все ускорять Но об этом потом Как-нибудь Теперь нам нужен Получается Здесь вот Бам И где-нибудь снизу Бам Чтобы этого не было видно Запитка нашего Магового генератора И шокового охладителя Для производства льдинок Ну-ка смотрим Да воды Пожирается многовато Но будем смотреть Вдруг этого хватит Так Пока я не забыл Сразу Манипулятор энтропии Я делаю вот здесь Вот получается Фильтр обязательно И делаю вот здесь Вот тоже фильтр обязательно Все сюда кладу Он улетел И вот он уже сюда попал Замечательно В майнкарт Лодер Уже чутка заряженным Зарядился он за раз На 6% Давайте попробуем Его сразу В вагонетку кинуть И здесь у нас Уже 12% Думаю Этого пока что Хватит нам Для того Чтобы реализовать Все попробовать Наши хотелки Здесь замечательным образом Мы получаем Снежки Снежная машина Мы сделали Снежки заберем И нужно сразу Делать Кубы базальта Ааа Ну блин Тут сразу бы сказали То что Вот эти вот снежки Нужно загружать Сразу вот сюда Я вот так Сразу и сделал А тут Какие-то Системы городить Это надо переносить Конечно же Сразу вот сюда Чтобы сразу Все это Из проблем Организовывалось Тогда получается У нас Вот этот вот Шоковый охладитель Вообще вот здесь Вот должен стоять И выплевывать Все то что он хочет Прямо сюда Все готово Получается Следующий шоковый охладитель Если такого будет Просто будет стоять Где-то сверху И так же Сверху Все это организовывать Это вообще не проблема Проблема в том То что сейчас Это все сносить И переносить Все вот так вот Готово Все это вращается Уже благодаря Регулятору Скорости вращения У нас крутится Энергия И в шоковый охладитель У нас должно Поступать все необходимое Из шокового охладителя Должно поступать Все это сюда Благодаря Снежкам Только не надо Не забыть Сразу же Пока я здесь Делать здесь Небольшой фильтр На снежки Также мне нужно Получается Здесь вот Разместить магмовый Генератор Так чтобы он Запитывал сразу Несколько машин Но я думаю Это будет сделать Невозможно Получается То что для Шокового охладителя Для каждого Шокового охладителя Нужен собственный Генератор Магмовый Поэтому на один Шоковый охладитель К сожалению У нас тратится Один магмовый Генератор И так он Получается Начинает работу В него должна Была поступать Вода Как только Сразу я здесь Поменяю Направление Вращения И все у нас Должно работать С вами И сразу же Не отходя от кассы Мы будем здесь Поднимать обороты Пожалуй в два раза И я думаю Этого пока что Хватит Если будет не хватать Мы будем с вами Все организовывать И вон все Уже посыпалось Все у нас Начало Ну и лучшим образом Работать Он получается Идет непрерывно Да если я все правильно понимаю Ну практически Там простой Несколько секунд Воды Хватает Да она получается Успевает наполниться Даже с слишком И это меня полностью Устраивает И получается То что я вот Эту систему Смогу сейчас Запускать Временным вариантом Пусть он Пока накапливает Ресурсики То есть она Проезжает сюда Забирает Вот эту палочку И начинает Дальше с вами Работать И так же Мы должны С вами включить Получается Вот эту вот Лампочку С помощью руки Которая у нас Здесь работает А вот и Наши первые Куби Близа Да я понимаю То что этот процесс Не самый быстрый Конечно Но зато Мы с вами Эти самые первые Кубики Получили Так же мы с вами Получили Кучу всего Ненужного Да получается Майнкрафт Анлоудер Мы забили Из-за того что Я здесь Не сделал Обратную сортировку Так же как и там Только со снегом Это делается Буквально пару секунд Нам потребуется Здесь еще Получается Минимум Три сундука Я не спорю Система Не идеальна Но она работает Даже успешно Избавляет нас От всяких Нечетей Которые здесь бродят У нас здесь Получается Скапливать Необходимое нам Количество Кобов базальца Что в принципе Меня даже Более чем Устраивает В данном случае И тем самым Мы с вами Успешно Можем выполнять Вот этот квест Дальше Нам нужно Эти базальца Дробить На колесах Дробления Или возмечителя Пожалуй Лучше на колесах Так Получается Колеса дробления У нас здесь Сделаны А дальше Получается Это должно попадать Просто в прессование Без особых проблем Мы это сразу В чашу запиховываем И радуемся жизни Осталось лишь Дело за малым Крутящийся момент Все готово И у нас Все пошло Поехало Все начало Работать Сюда конечно же Не стоит забывать То что тоже Нужна кинетическая энергия В наш Рисовальщик Сейчас это мы Сделаем по-быстрому И самое последнее Что я не сделал Здесь Это не ускорил Я могу ускорить Это в два раза У нас нагрузка Вырастет На 21% А была у нас 17% В принципе нормально И скорость Меня даже более Чем устраивает Я думаю Не думаю Что нужно больше Ускорять здесь И пока что Хватит Если что Запас есть Так что все нормально Останется лишь Мне только сюда Вот выплевывать Это все Дело И теперь у нас Получается Есть эндер сундук С этими Порошками Базальца Которую мы Дальше можем Где-то использовать Скорость точно Здесь можно будет Не менять Так что это Можно даже Немножечко Переделать Квест Мы выполнили Дальше нам Нужно получать Еще что-то Еще раз Прессовать надо Ой-ой-ой-ой То есть На это я не рассчитывал Ладно Сейчас надо будет Еще тогда Переделывать систему Ведь еще нужно Прессовать Оказывается А я не знал Если я ничего не путаю Вот так вот Это должно быть Колеса дробления Чаша пресс Потом чаша пресс И все это в драйвер Из драйвера Уже потом Выйдет в сундук Пока есть сундука Я пущу Потом на конвейер Это ничего страшного Так Крутящийся момент Не забываем Прессование пошло Это тоже у нас В чашу Должно было пойти Только как-то Очень медленно Прессуется Точнее медленнее Чем мне хотелось бы Потому что Из восьми порошков Делается один ледяной заряд Порошки я должен Выкинуть вот сюда Вот для пущей уверенности Чтобы это все у нас Пошло Но сейчас пойдет Обязательно Начало создаваться Замечательно У нас появляются Ледяные заряды Этот мы выполняем квест И останется нам Производство силикона Это нужна будет Индукционная плавильня Где ледяной заряд И кремниевое соединение Будут превращаться У нас идет в два раза Но у нас пресса В два раза больше Низкая нагрузность Двадцать восемь процентов И я думаю То что можно еще В принципе ускорить У нас запас По этой мощности Гигантский Так что давайте Пожалуй это и сделаем В количестве сорок процентов От этой системы Меня в полностью Нагрузку устраивает Я напомню то что Вот такая вот малюсенькая Система Запитывает вот это все Безобразие Которое крутится И вращается в гигантском объеме Получается единственное Во что у нас сейчас Упирается вся система Нехватку Нехватку первичного продукта А первичного продукта Не хватает Только потому что У нас не хватает Снежков Ну я как и говорил То что придется Наверное две здесь Снежные машины Ставить Но это ничего страшного Вообще в принципе Можно эти снежные машины В другом месте Ставить Если у нас здесь Есть сундук Который все равно Выплескивает Весь этот снежок Так что Не пережевываем За эту тему Точно Тем более что у меня Уже здесь Ледяных зарядов Гигантское количество Пожалуй воспользуюсь Обычной воронкой Я знаю то что Я потеряю из-за этого В эффективности Но я зато смогу Сюда помещать Ледяные заряды В этот сундук И быть уверенным На сто процентов Что у меня точно Ничто нигде не потеряется Получается то что Мне эндер сундук Следующий нужно будет Разместить Вот здесь вот получается А здесь у нас будет Индукционное плавильное Которое мы должны С вами сделать Я подозревал Что такое может случиться У меня к сожалению Закончилось вообще Все железо Которое можно было Только найти Поэтому к сожалению У меня сейчас не выйдет Скрафтить побольше воронок У меня сейчас она одна Но ладно Будем довольствоваться Малым То что она у нас одна И все равно Тут скорость Очень маленькая И потом Можно будет Если что Это улучшить Сейчас это можно И вручную сделать Так чтобы Это все У нас создавалось Главное Что у нас здесь Создаются Как ни странно Кремний Можно сказать Новая эпоха Создание нашей базы Это то к чему Мы так долго шли Дальше у нас идут Отпечатанные кремнии Это получается Кремниевый пресс Для высекателя Он создается тоже Достаточно легко Инвар Да и любой Логический пресс И я смогу Делать их Достаточно больших Объемах Надеюсь на это Мне нужно будет За кадром Сделать побольше Железа И как раз Мы сможем Перейти к печатанию Плат без проблем В новой эре Так а насчет МЕ контроллера То есть Получается Отпечатанные Схемы Флеш Накопитель Тоже Сделается Достаточно легко Я думаю То что без проблем Этим И многим Другим Нам уже Удастся заняться В следующей серии Ну а пока Спасибо что смотрели У микрофона был Как всегда Ваш поклон слуга Мамору Еще услышемся Субтитры сделал DimaTorzok